Добрый день! Сегодня буду пробовать делать строительный блок и начну его с того, как я вложу плитку. То есть по всему периметру туалета, сам узваный туалет, правильно сказать, прибитый профиль. Покажу вам абсолютно везде, по лазеру отбит. Я сделал получается с расчетом на то, что будет одна плитка снизу, стоять ее отступил и от нее где-то будет пиливаться в районе сантиметра уже после того, как получится пол. То есть сама плитка на швы отступ посчитан, то есть 27 у меня ширина плитки, она будет вдоль ложиться и на 1 сантиметр отступ снизу и сама плитка. Я потом покажу, более здесь у нас будет поддончик, он уже расчершен, но я его буду ложить чуть-чуть попозже. Сейчас у нас пойдет первый ряд плитки, буду ложить именно вот эту стенку. Вот так вот она выглядит. Плиточка вот, у нас будет два вида, будет темная и белая. Ставится вот сейчас первый ряд пойдет. Вот так вот. Здесь будет у нас четыре ряда, потом две плитки черные пойдут, здесь он с хозяином отметил. Буду стараться каждый ряд вам снимать, показывать, что получается. Каждый ряд ставлю, отбиваю вот так же буду по лазеру и запись. То есть коммуникации разводил здесь еще при заливке, получается подушки. Самой поддон, то есть все попало, как я и хотел. Единственное, уже после меня уходил на летнюю работу на фотосессии на своей, сделали немножко по-другому. Вот здесь у меня должен был быть в центре и внизу притоплен сам трапик для душа. Получается, что его немножко подняли и сместили сюда, ближе к центру. И за счет этого придется делать выше поддон, он будет 20 сантиметров от пола. Сейчас то где-то 20 сантиметров остается. И внутри будет поддон подниматься еще, потому что трапик, то есть показать, находится выше чем уровень даже сейчас. А это самая нижняя точка у нас будет поддона. Вот получается, первый ряд стоит, четко верхний край по лазеру. Видео должно быть видно. Полностью. Потому что профиль играет, надо выставлять. Кстати, чем чаще прибивается профиль, тем жестче он стоит. И проще выравнивать плитку. А чем крупнее плитка, тем она тяжелее поверхность. Идеально, что так. Вот он, краешек. Весь по лазеру стоит. Особо никуда не спешу. Мне всегда нравится конечный результат. Можно сказать, работай мне ради получения денег, а ради того, чтобы все было идеально. Сейчас поставлю второй ряд и сниму для вас. В дальнейшем может вообще снимать, как все происходит. Но пока нет штатива для камеры. Так, вот готов уже второй ряд. Так же самое стоит по лазеру. Покажу. Там в конце чуть-чуть, что пару миллиметров, ну там, миллиметры пришлось чуть клинушками поравнять. В итоге выставил тоже по лазеру. И он у нас тоже получился ровненький, красненький. Вот такая красота у нас. Ну вот, зашел уже третий ряд. Уже более идеально ровно. Только последнюю плизочку чуть клинушком расставлял. Вот они швы. Эту советую плитку, когда ложите сразу, чтобы она была идеально чистая. То есть это приходит с опытом, чтобы потом не тратить время на чистку швов. Всего остального просто брать, затирать. Вот такие вот места. Видите? Все чистенькие. Красненькие. Вот уже подрастает наша стеночка. Добавил несколько рядков. Сейчас я жду, когда освободится мешалка. Вот, кстати, косяк стены. Началось, видите, с тоненькой и стенка потихонечку заваливается. Здесь перед входом придется по факту вложить не вариант. Надо будет на слой выравнивать, чтобы угол у нас был ровненький. Вот вам как выглядит все. Вот таки красиво, я думаю, симпатично получается. И сейчас с этой стороны еще снимем. Здесь стенка нормально идет. Размер один попадает. Единственное, допустим, темная плитка. Вот это всегда, когда делаются вот такие вставки, надо учитывать. Сразу смотреть, какая плитка толще. Попробую показать. Где-то более-менее будет видно. Вот. То есть, стоит. Как раз на видео вообще хорошо видно. Серая плитка, она получается по размерам меньше, чем белая. То есть, каждая плитка, она чуть меньше. Там стараешься где-то миллиметр. Получается два меньше. То есть, швы нельзя ни в коем случае сдвигать. Потому что сверху пойдет, допустим, опять белая. Вот оно видно, что тут шов на миллиметр меньше. Такая вот красота получается. Подоложу стенку, еще раз ее сниму. В общем, получается такая красота. Внизу остался у нас один ряд почтовок пол. Он зарезается, ставится, чтобы было более красиво. Уже начал ту стенку. Сейчас ближе подойду, покажу. В общем, вот она стена. Получается высота 2,44 см будет от пола. Он у меня с пола 2,42 см. Здесь, правда, придется помучиться. Я показывал уже это расстояние по штукатурке, что мне подарили. То есть, с нуля вылезло до такого, как оно смотрится. Очень красиво. И вот начал, уже поворот пошел. Здесь сразу засверлились дырки под батарею. Снизу выпуски буду их тоже потом вставить. И вот, в конце вот самая тоненькая плашечка. Если бы не было, наверное, у меня водяного, я бы ее нормально красиво не отрезал. Сейчас поднимаемся. Тут будут откосики. Будет по периметру ставится, как бы, пластиковый уголок под плитку. Надо будет его еще тоже прикупить. Вот так и получилось. Ну так, плитка двигается дальше потихонечку. Делаем. Вот здесь одна стена готова. Уже полностью. Здесь сразу засверну под батареей. Вторая стенка. Окошко низ положил здесь. Не поштукатурили, как бы, все стены были поштукатурены. А вот откос на окне нет. И вот здесь вот вниз, чтобы положить, пришлось, как бы, где-то с пол ведра раствора замутить. Вот оно пока стоит сохнет. Потом поставлю еще бока. Вон, задняя стенка. Вот никогда раньше не делал вот эти вот пластиковые заглушки. Потому что притресс водяной. Пилит довольно таки хорошо. Здесь вот пришлось учиться. Хозяева захотели. Стенки очень клевые. Все по лазеру приходится сметить. Там более-менее по факту стен где-то. Вон, добавлять, подмазывать. То есть, тяжело. Ну, потихонечку идет. Вот. Вставляю стенку. Тут вроде бы, как бы, хозяин говорит, мы все по угольнику делали. Ну, вот такой вылет, чтобы другую стенку заподлицо поставить. И так везде. Всем добрый день. Продолжаю. Своё первое существование. Вот уже часть плитки затирается. Стены уже готовы. Практически вот остался подверной проем. И нижний ряд. Ну, нижний ряд буду ложить после того, как закончу уже пол. Будет подрезаться и ставится нижний ряд. Сейчас готовлю пол под половую плиточку. Ну, первое, подготовительные под грунтовку. И на окне остались два верхних откоса. Нижний лежит. Еще верхние остались. Сейчас телефон фокусируется. И покажу. Тут резкие переходы с темноты. В общем, вот так вот происходит за очищением. Борьба за каждый сантиметр называется. Потому что здесь сделали очень круто. Сначала залили стяжку. А потом сделали штукатурку. Мне теперь приходится сдалбливать по низу. Все выдавливать. Потому что потом плитка станет под углом. И не подведу до конца половую плитку. Это чревато, вот видите. То есть, по всему периметру. Вот это я уже выдал. Выбился, выровнял угол. По всему периметру идет вот так вот засранный пол. Это не я его засрал. Это штукатурщики. Теперь приходится чистить помимо углов еще и сам пол. Потому что весь в лепухах. Это цемент, который потом отлетит от основной стяжки. Ну, в общем, потихоньку работа двигается. Скоро будет уже подготовительный. Сейчас подготовлю весь пол. Покажу. Его надо будет загрунтовать. Я нарисую будущий. Вот здесь будет как бы. Поддон. И тоже его сниму. Покажу, как оно будет все выглядеть. Итак, отбит пол. Вот он зачищенный полностью. Загрунтованный. Бетоноконтактом. И плюс осталось еще грунтовки. Чуть-чуть-чуть бетоноконтакта. Все перемешал. Вот выложил поддон. Поддон по заказу хозяев будет двадцатка у нас. От пола сейчас у меня где-то здесь получается в чистовую восемнадцать. Ну, девятнадцать, наверное. Все, выставил повара у него и слив. И сейчас пойдет первый ряд. Пол у меня где-то плату разбил. Пляшет на 0,7 миллиметров. Слойку так буду накладывать в одном из низких мест под плиточку. Отбил. Получается вот отбивкой плитку. Первый ряд. Самое главное всегда рассчитывать. Вот у меня первая плитка сюда в угол. Дальше тут такая вот. Минус пятнадцать сантиметров. Чтоб потом в порог пришла полностью плитка. Ну, оставляю зазор и буду зарезаться. Полностью готовый пол. Ну, посмотрим как будет в конце. Все закрунтовано, вычищено. Здесь было сделано очень весело. Сначала залить пол потом поштукатурено. Это доставило очень много хлопот. Ну, все эти вопросы уже решил. Все, будем заливаться. Ой, заливаться, ложить дальше плитку. Так, хотел показать как собирался потолок. То есть вот Пэшка. Чуть освещение здесь подводит. В нее направляющую получается. Встанет сам профиль. Вот так вот. Чтобы попросили поднять над плиткой. Чтоб в плитку нет всего львить. А так не попадешь. Не закручиваешь плитку. Вот уже получается Эльку. Закручиваем. С плинтуса. Вот так вот видите. В нее встанем профиль. Закручиваем. И все никуда не денется. Этот потолочек. Вот она сама направляется. И в нее встанем профиль. Вот такими кусками вырезал. Художественное вырезание было. Вот такая красота. Вот такая вот бабочки посерединке. Здесь полтора метра. Семьдесят сантиметров для пластика достаточно. Вот такая вот. У меня сделано. Я на ней вешу. Для того чтобы опустить и сюда сделать шторку. Уже чуть осталось. Скоро будет полностью собран потолочек. Все будут какие то вопросы. Задавайте. Ну в принципе ничего сложного. Конечно чем в плитке было бы проще. Не надо было бы обрезать профиль. Но надо было бы сверлить плитку. Осторонный санузел ТАН. Вот так вот получилось. Покажу сначала вверх. Очень тяжелый был санузел. Потому что стены все завалены. Кривые. Приходилось очень много помучиться. Осталось еще немножко сантехники установить. И будет запущен. Вот такая красота. Сейчас, сейчас. Вот такой вот бортик специально подняли повыше. чтобы не выскакивала из него шторка. Здесь вверху будет крепление. Под него, оказывалось, заложили. Окошко. Такая красота получилась. Сам, честно, очень доволен. Все очень симпатично и красиво. Плитка ровненько тоже на пол легла. Я обычно, допустим, когда сам стал в унитазе. Сейчас развиваю на силикон. Здесь хозяин, как бы, посадил просто накрепление. Он не шатается, не щавелится. Все. Мертво стоит. В общем, вот така политичка в санузле. Такая красота.